Музыка Полная тишина. Разве мы можем это почувствовать? Шум городских улиц, голоса разговаривающих прохожих, звуки проезжающей мимо машины. Даже если мы закроем уши, мы все равно услышим стук своего сердца и звуки работающего организма. А каково это не слышать вообще? Мы часто встречаем людей, говорящих жестами, слабовидящих, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями. Но мало кто из нас знает о том, как и чем живут люди с ограниченными возможностями. Их интеграция в общество – тема нашей сегодняшней передачи из цикла «Альтернативы». Людмила и Евгений живут в Рыбнице уже более 10 лет. Работа, дом, семья – все как у всех. Только вот общается молодая семейная пара на своем языке, языке жестов. Родилась и, говорит, в два года, в два с половиной года не стала слышать. Ничего не понимала. Было трудно общаться до шести лет, говорит, пока родители узнали, что есть террасполь и школа для глухих детей. В школе мне тоже было очень сложно все освоить, тяжело. А потом, говорит, учителя, воспитатели занимались со мной, говорит, родители переживали, как такая хорошая девочка не может ни говорить, ни слышать. А когда увидели, что я так же разговариваю, как и дети в школе, руками, жестовой мимикой. И в 98-м году выпустили меня из школы, уже закончила я школу. Образование закончилось, среднее образование получила. До 98-го года нецклассов я закончила, все, имею среднее образование. И закончила училище в 2000-м году. До 2002-го года училась я в Кишиневе. Я уходу там специально швей, четвертый разряд она получила. И могу любые, говорит, делать выкройки и шить и для себя, и для семьи. Со своим мужем Евгением Людмила познакомилась в Тираспольской школе. Обычное дружеское общение не переросло тогда в бурный школьный роман. Тем не менее, после окончания школы волею судьбы молодые люди встретились в Кишиневе. Через три года ребята поженились. Евгений настоящий мужчина, с гордостью рассказывает Людмила. Ремонт в квартире, встроенная мебель, все это муж сделал своими руками. И это еще не все его достижения. Два года учился на обобщика, получил, говорит, четвертый разряд, и вечерами ходил, еще учился на компьютерный клуб, и получил еще пятерки по компьютерному, очень быстро отвечаю, экзамены быстро задаю, а остальные после меня хуже сдали. А я, говорит, все отлично сдал. Сейчас для Евгения увлечение компьютерными технологиями не только дополнительный заработок, но и одно из самых любимых занятий. Говорит, да, больше компьютером любит заниматься, у него программа, говорит, там есть какая-то, говорит, есть игра, заработок, бизнес, говорит, в интернете там есть, там не только вкладывать нужно, там нужно играть, говорит, рекламодатель, нужно сделать рекламы всякие. И все это он получает, а потом видео делает, карты делает и заработки получает по интернету еще. В семье Людмилы и Евгения растет дочь. Девочке уже 10 лет. Она здоровый ребенок и учится в обычной школе. Особых проблем в общении с дочерью у папы с мамой нет. А если возникают трудности, им помогают две бабушки. Тем не менее, есть у семейной пары особая причина, по которой они не планируют рождение еще одного ребенка. Нет, не хочу. Сейчас такое время, такое положение и очень тяжело растить одного ребенка, говорит, а я если бы одна, говорит, растила, говорит, ее, мне было бы намного сложнее, говорит, потому что, говорит, многие слушают друзей и сейчас воспитывают больше общества, говорит, чем мы, говорит. И зная дети о том, что родители глухонемые, начинают унижать наших детей, говорит, и как им этому препятствовать. Нам, говорит, тоже обидно, что ребенок из-за нас страдает. Поэтому мы не хотим. Людмила и Евгений сходятся во мнении, что толерантность нашего общества к людям с особыми потребностями находится еще далеко в зачаточном состоянии. Люди многие не понимают, думают, что глухие ничего не могут, а мы, говорит, все можем, говорит, мы можем, вот можем даже учиться на права. Училась на права, говорит, смотрю, многие глухие, говорит, едут. И слышащие едут, девочки тоже за рулем. И начала учиться, говорит, училась, получила права, говорит, и купили машину, взяли кредит в банке. И теперь рассчитываемся, говорит, а помогала нам оформить, говорит, кредит, и то, что училась я на водителя, говорит, сдала на права, помогала сурдопереводчица, нам, говорит. Так что мы все можем, зависит от способностей от человека, говорит. Глухие не могут, все могут наши глухие, говорит, просто говорить не могут и слышать не могут. Хорошо слышащим они слышат и говорят, а способности у глухих тоже есть, но мы не можем их высказать. Мы стараемся, живем лучше, как все говорящие, говорит, но многие, говорит, нас унижают, говорит, бывает, что не так хорошо к нам относятся. Если бы, допустим, говорит, поменять мнение говорящих и глухих, тогда бы они нас могли прочувствовать, а так они нас не могут прочувствовать. Прочувствовать, понять и принять, по возможности помочь – это все составляющие формирование уверенности в своих силах людей, оказавшихся по воле и случая ограниченными в возможностях. Что делается для таких людей, чтобы они не чувствовали себя на обочине жизни? Своё мнение высказали рыбничане в ходе нашего опроса. Как вы думаете, что делается для таких людей, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами? Вы знаете, что-то я мало замечал в нашем городе, чтобы что-то делалось. Может, я немножко далёк от этой проблемы. Но хотелось бы, чтобы как-то больше освещалось в средствах массовой информации. Наверное, я думаю, что мало кому уделяется внимания. Существуют какие-то социальные пособия. Конечно, помощь оказывается, но я думаю, она не в должных размерах оказывается. Всё-таки можно было бы придумать ещё какие-то меры, которые бы помогали существовать и жить нормально этим людям. Государство старается. Пока плохо видно, что оно старается. Честно говоря, практически ничего. По-моему, это всем известный факт, потому что эти люди в основном обделены. На данный момент ничего я не вижу, чтобы делалось. Нету съезда со ступенек, нету предостаточных возможностей в тот же шериф подняться людям на инвалидных колясках. Пока ничего такого нет. Я, насколько знаю, есть на юбилейном специальные для них учреждения, садики. Есть школы, классы. Но их общество, я вижу, не сильно так прям любит. Надо как-то менять общество людей, хотя бы менять. Чуть добрее, чтобы были бы. Подавляющее большинство респондентов пришли к выводу, что не всё сделано для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь людей с ограниченными возможностями. Вопрос о формировании безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями – это вопрос для всего общества, но для нас крайне запущенный. И всё же в последнее время в Рыбнице ведётся работа по развитию доступной среды. В этом направлении начало всё меняться к лучшему. Строятся пандусы, становятся доступнее объекты социальной сферы. Бесспорно, для людей с ограниченными возможностями это важно. Но вот проблема трудоустройства этих людей по-прежнему крайне остра и не сдвигается с мёртвой точки. Герои нашей передачи Евгения и Людмила убеждены, что большинство руководителей предприятий завязли в стереотипах. Да, да, не всё возможно, говорит. Только дают, говорит, нам работы такие, говорит, начинаешь работать, говорит. Если показываешь себя, что ты можешь и способен, то, говорит, говорят, что уходить нужно. И работу не предлагают. Но в основном предлагают работать кем? Дворником, швеёй, обувь чинить. Но если способности есть, мы можем и в сервисе работать, и можем в других специальностях работать. Но нас не признают, а думают, что глухие не способны, не смогут выполнить эту работу на 100%. И директор боится брать нас на работу, сомневается. У нас одноклассница одна, она училась и живёт в Америке. Работает в магазине, говорит. Посмотрели, как она работает, она способна и может. А у нас ей ни за что не возьмут глухих. Люди не понимают глухих. Глухие могут, говорит, тоже и по полкам всё разложить. И там написано год, срок, когда этот продукт будет испорчен. Он говорит, но у нас не принимает. А так, говорит, допустим, есть, муж работает, говорит, на самолёт, на самолёт и делает запчасти, запчасти на станке. И поэтому, говорит, наши глухие могут, говорит, работать. Трудно оспорить справедливость высказанной критики. Ведь фактом остаётся то, что многие работодатели под разными предлогами отказывают людям с особыми потребностями в трудоустройстве. Тем не менее, в Рыбнице есть предприятия, где они находят применение своим профессиональным навыкам, в очередной раз доказывая, что они хотят, могут и работают, порой даже лучше, чем все остальные. Мы просто не отказываем никому, кто желает работать. А эти люди зачастую, у них очень огромное желание работать. И у нас есть достаточно хорошие примеры, когда люди с ограниченными возможностями работают значительно лучше даже тех, у которых нет проблем с теми или иными функциями в здоровье. В Рыбницком филиале обувной фабрики «Софшус» работают 14 человек с проблемами слуха. Каждый из них прошёл обучение, освоив методику работы и специфику обувного дела. Наша героиня Людмила работает тоже здесь и в коллективе, она давно заслужила уважение. Очень хорошо общается между ними, вообще между ними и обычными людьми нет никакой разницы. Очень ответственная сразу влилась в коллектив и как бы среди своих подопечных, подруг, как бы так скажем, почему говорю подопечных, она когда-то была как бригадиром на швейной фабрике, где они работали, и они как бы вместе все сюда пришли. И они её воспринимают так, как главную, можно так сказать. Вот, и очень хорошая женщина. Несмотря на то, что в большом коллективе предприятий язык жестов мало кто знает, проблем в общении практически не возникает. Сначала было тяжело, потом я привыкла. Они очень хорошо читают по губам, вот, и что-то показываем наглядно, что-то показываем, читают по губам. Могу сказать, что они очень ответственно подходят ко всем операциям, которые им предлагают. Они как бы стараются свои, то, что вот у них ограниченные возможности, они стараются восполнить это своим старанием, своей добросовестностью. Очень-очень стараются. Проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями актуальна везде. Тем не менее, есть руководители предприятий, которые дают возможность реализовать своё право на труд таким людям. Вот и на территории правобережья Днестра в городе Басаребяска есть предприятия, где слабовидящие люди могут работать. Всего несколько месяцев назад на предприятии «Амбасфер общества незрячих» работа шла полным ходом. Здесь после двухлетнего простоя было возобновлено производство крышки. Сотрудники предприятия, а это в большинстве своём люди с нарушениями зрения, были рады вернуться на свои рабочие места. Вот сейчас крышку делаем норма 7 тысяч в день. Работой пока довольна. Надеемся, что в дальнейшем тоже будет работа. Сегодня в цехе по производству крышки безлюдно, а продукция, которую сотрудники предприятия сделали осенью прошлого года, лежит на складе. Как отметил директор «Амбасфер», закаточную крышку они реализовывают постепенно. В сентябре, в октябре мы сделали миллион сто тысяч крышки, начали её продавать, продали около трёхсот тысяч. В настоящее время нам, некоторые экономические агенты, которые закупали крышку, должны. Мы их не торопим, потому что не сезон. В то же время мы уже ведём переговоры с поставщиком сырья, чтобы мы закупили сырё в конце февраля. И где-то в марте, чтобы мы начали очередную партию крышки. Изготовление крышки – это не единственное, чем занимается предприятие «Амбасфер». Здесь бесперебойно действуют столовая и цех по производству корпусной мебели. Работа мне нравится, творческая, интересно. Каждый раз что-то новое заказывают. Работа – это прежде всего дарить зарплату, содержать семью, себя. Предпенсионный возраст, надо заработать пенсию. Всего на предприятии числится 30 человек. Сейчас работает только 12. В их числе инвалид по зрению второй группы – Лучия Чебанум. Для меня работа значит много, потому что имею детей и работаю в подсобную работу. Справляюсь с своей работой, спасибо, что есть работа. Для меня, для остальных инвалидов пока нет работы. Вскоре предприятие начнет заниматься еще одним видом деятельности, в которое также будут вовлечены люди с ограниченными возможностями. В начале весны на территории планируется установить теплицу. Работники делают каркас теплицы. Через месяц поставим уже рассаду на проращивание. И буквально в начале апреля тут уже появится небольшая теплица и будем выращивать то, что нам надо для столовой – огурцы, помидоры, перец. Мы тут поставим капельное орошение и если надо будет отопление. Специалисты есть у нас, возможности есть. Всего в Басарабяском филиале общества незрячих числится порядка 110 человек. Около 70 из них трудоспособного возраста. Размер пособия по инвалидности в зависимости от группы составляет от 450 до 1500 леев в месяц. Несомненно, главным и основным направлением в сфере социальной защиты людей с особыми потребностями является обеспечение их прав и возможности наравне с другими гражданами. Вопрос о том, есть ли возможность у людей с особыми потребностями посещать досуговые мероприятия наравне с другими людьми, не имеющими проблем со здоровьем, подняли наши коллеги, задавая эти вопросы обычным терраспольчанам. Часто ли вам приходится видеть людей с ограниченными возможностями в листах досугового отдыха, концерта, кинотеатра? К сожалению, нет. А почему? Потому что они не оборудованы для того, чтобы они приходили и посещали данные мероприятия. А как он должен быть оборудован? Как минимум должен быть пандус, это как для людей с ограниченными возможностями, так и молодых мамочек с колясками, которые приходят со своими детьми. Какая-то должна быть программа, которая будет способствовать тому, чтобы люди с ограниченными возможностями могли выйти из дома для начала. Потому что по лестнице спуститься иногда бывает сложно, а других путей нет. Да, мне приходится видеть этих людей. Ну да, видела. Нет, не часто. А почему? Ну, не знаю, как, почему. Видимо, какие-то трудности свои, семейные люди. Нет приспособлений там таких, которые помогли бы им. Хоть они с ограниченными возможностями, но тоже дома сидеть не будут, а хотят тоже принимать такие же участия в полноценной жизни. Что дать? Что дать? Ну, что дать? Я не знаю морального удовлетворения и вообще общения. Мне очень часто приходится видеть этих людей. И хочу сказать, что общество и государство уделяют крайне мало внимания их нуждам. В первую очередь я бы хотел обратить внимание на трудоустройство. Прекратило работать предприятия «Рассвет», где были трудоустроены десятки незрячих. Прекратили работать предприятия, где работали, трудились глухонемые. И самое, они в самом ужасном положении в нашем обществе. Они буквально нищенствуют. Им, честно говоря, недодосуга. Они влачат жуткое существование. Практически мы не видим их. А почему? Вот это я не знаю. Скажите, а насколько важно, чтобы эти люди участвовали в общественной досудовой жизни? Что это им может дать? Ну как, это все. Они должны быть как полноценные люди. Должны со всеми, как бы сказать, отдыхать и заниматься чем-то. Их так как бы им польза будет большая. Ой, ну конечно же важно. Нельзя людей оставлять один на один с его бедой. Они становятся более социальными. Ограниченные дома сидят и поэтому, как правило, и желание жить, продолжать жить отсутствует. А когда начинается общение с людьми, они же такие же, как мы. Никто не виноват, что у них ограничены возможности. У них взгляды точно такие, такое же мышление, точно такие же взгляды на жизнь, как и у нас. Нам будет чувство себя нужным в обществе. Во-первых, почувствовать себя более полноценными гражданами. Вот, если они будут участвовать в каком-то значимом делах, событиях, даже в масштабах государства. Дело в том, что я врач по профессии. Поэтому я знаю, когда люди более полноценные, они не приносят какую-то пользу в обществе. А это люди, казалось бы, с ограниченными действительно возможностями, фактически инвалидность имеют. И они такие потрясающие вещи совершают в спорте. То есть, то тем более и в жизни эти люди могут приносить гораздо большую пользу, чем они приносят обычно. А вот вам известно, у нас что-то делается? Практически я ничего не слышал. А что можно сделать? Ну, это не мы должны этими вопросами заниматься. Наверное, есть какие-то службы или... Мне кажется, нужно изменить подход. Эти люди должны быть вычеркиваться полностью из жизни, из программ социального обеспечения. Для начала изменить подход, а уже дальнейшее развитие, взвешивание, что, как, можно, чем помочь этим людям. Нужно спросить у них, чего они хотят для начала. А уже этому поспособствуют дальше и правительство, и наши, может быть, бюджетные какие-то программы. Вот в этот магазин может попасть инвалидность? А что это такое? Ну, предположим. Или БТИ. Никак. Как он сюда полезет? Почему? Ну, если... Как, ему надо подняться сюда или что? Никаких нет условий, ничего не придумано, ничего. По-моему, не везде есть, как они называются, ступенечки, да, чтобы могли заехать на коляске. В троллейбус, я видела, помогают люди, молодежь помогала, заносили коляску. Ну, как, вот тем-то, чего не скажи сейчас, все равно скажут, что не хватает финансов. А вообще-то надо как-то изыскать, конечно, чтобы общество может какие-то дополнительные создать помощь. Что вот могло бы дать этим людям посещение, даже пусть досугу, в каких-то целях? Я думаю, что для них это не столь актуально. Для них актуально на пропитание найти деньги. Посмотрите, некоторые нищенствуют, но большинство нищенствовать стесняется и влачат полуголодное существование. Скажите, а что в нашем государстве можно изменить по отношению к таким людям? Нужно изменить в принципе государство. Государство должно быть реально социально направленным. Не на словах и не то, что записано в Конституции, а реально социально направленным. Каждый член общества должен осознать, что каждый человек, в том числе и с ограниченными возможностями, это ценность. Это творение Бога, это ценность. И нужно уделять внимание и дорожить каждым человеком. Чего у нас, к сожалению, пока нет. И нам, к сожалению, пока далеко до такого отношения, как в действительно цивилизованных странах относятся к этим людям. То, что для людей без ограничения здоровья является совершенно обыденным, для многих людей с ограниченными возможностями, действительно серьезная проблема. Это зачастую практически подвиг, обычные бытовые вещи, касающиеся транспорта, похода в магазин, других событий. Наш следующий герой, Леонид Иванович, уже более 25 лет находится в статусе человека с ограниченными возможностями. От полученной травмы на рабочем месте он лишился обеих ног. Но, глядя на его образ жизни, оптимизм и жизнелюбие, его возможности очень непросто называть ограниченными. Увлечение у него, как говорится, море. Экскурсия в его подвал, где все сделано своими руками, в том числе и консервация, мягко говоря, впечатлила. Это мое, одно из увлечений. Одно, потому что я уже говорю, что любители еще коллекционированы, второе увлечение, вот, делаю, вот, я же говорю, что, видите, делаю вот, вот, и разные настойки. Тут не видно. Вон, это 12-го года. Держите. Нет, что вы уже говорите. Держи, держи, держи. Это другого года. Это на другом. А из чего настойки делаете? Скажите, есть какой-то секрет? Есть. Не делитесь? Делюсь, чего не делюсь. В основном я стараюсь на дубе, на коре дубе делать, на ореховых перегородках. На ореховых перегородках. Иногда, если есть, например, добавляю чуть-чуть этого, зверобоя. Можно даже чуть-чуть чая добавить. Ну, опять, я люблю фантазировать. В один год делаю. Экспериментировать. Да, не фантазировать, экспериментировать. Правильно. И еще попробовал, что добавляю кору апельсина. Очень эффект дает. А это уже лифт, который Леонид Иванович сконструировал тоже без посторонней помощи. Это вы сами придумали, вот этот лифт, да? Да, я взял его в горторге, это был подъемник в магазинах. Я его только расширил, переделал, чуть-чуть сделал дополнительные кнопки, потому что у них там две. А у меня и наверху кнопки есть, вот на самом лифте и тут вызов. Я же грушный, я бывший жилетик. И все, это пришлось сам. И все это прошло через все эти инстанции, не просто так, я захотел сделать. Все это зарегистрировал, все это. Тяжело было зарегистрироваться? Ну, беготник, конечно, есть и доказывать, потому что все нужно. Я считаю, что все должно быть по закону, по как оно должно, потому что на то они и требования. И есть технические условия, которые ты должен их соблюдать. Это я его сделал для, как говорится, НЗ. Мало ли что, что если на коляске сам не позаботишься, то я сделал на вперед. Мало ли что, чтобы получится. Вот было у меня такое, что сломался протез, и что на коляске приехал домой. А вот там ступеньки, а так раз, сюда и домой. Жизненная позиция Леонида Ивановича – если захочу, то мне все под силу. И то, что он водит машину, нас уже особо не удивило. Я очень доволен машиной, более комфортабельной. Выбирали из расчета ту, которую можно переделать, или их в принципе все можно переделать? По какому принципу вы себе выбирали автотранспортную? Сложный вопрос. Я выбирал с другом, советовался, например, какую машину, например. Потому что, как мой друг говорит, что платить ради бренда нет смысла. Ну, что-то остановились на Рено, потому что средняя машина. Потом стали выбирать, какую именно. И остановились на минивэн, потому что, видите, как тут, и можно и коляску, видите, как вот. И коляску поставить, сиденье вот так вперед, и игру, что можно куда-то, если выехать на отдых, отдохнуть. Ну, главное, я взял, чтобы коляску можно было. Наш герой убежден в том, что ключевое понимание свободы – принимать решение независимо от того, человек ты с особенными потребностями или нет. И если у тебя есть желание заниматься чем-либо, то и должны по мере возможности быть созданы условия для этого. Культурный досуг – важная составляющая человека. И это право должно быть у всех. К примеру, в унгенах у людей с особыми потребностями появилась возможность учиться танцевать. Они являют собой пример смелости, оптимизма и таланта. Речь о десяти ребятах с ограниченными возможностями из города Унгень, которые демонстрируют всему миру, что человек может заниматься танцами, даже сидя в инвалидной коляске. Молодые люди прошли подготовку в рамках проекта под названием «Приглашение на танец». С помощью нескольких волонтеров и под руководством хореографа парни и девушки выучили движение народного танца и вальса. Я решил принять участие в проекте, чтобы в первую очередь не сидеть и не скучать дома. Кроме того, я приобрёл здесь новых друзей. Это очень интересное занятие. Я до сих пор никогда не танцевал, но движение усвоил быстро, особенно в молдавском танце. Потому что раньше, когда я ещё мог ходить, он мне очень нравился. Я решил пойти на танцы, чтобы в будущем у меня было интересное занятие. Какие чувства ты испытываешь? Счастье. Я чувствую себя счастливой, потому что не сижу дома, могу выйти прогуляться. И мне здесь очень нравится. Координаторы этого проекта говорят, что с его помощью они осуществляют социально-культурную интеграцию молодых людей с ограниченными возможностями. А танцевальные номера, которым они обучаются, впоследствии будут представлены на различных национальных и международных конкурсах и мероприятиях. Проблема социально-культурной интеграции этих ребят очень актуальна. По сути, это и является главной целью проекта – помогать людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество. Поэтому я решила разработать данный проект и предоставить шанс этим парням и девушкам. Мы планируем зарегистрировать новую группу танцоров в отделе культуры. И почему бы и нет в будущем участвовать с этими танцевальными номерами в различных конкурсах, как у нас в стране, так и за рубежом. Проект «Приглашение на танец» финансируется правительством Соединенных Штатов Америки и Польши при участии районного совета «Унгень». В настоящее время в районе «Унгень» проживает свыше 5500 человек с ограниченными возможностями. Очень важно обеспечить людям с особыми потребностями равные возможности для реализации их прав и максимальной интеграции в различных сферах жизнедеятельности. А еще более важно, чтобы эта реализация держалась не только на доброй воле отдельных людей, общественных организаций, фондов, но и на постоянной государственной поддержке, как во многих развитых государствах. В то время как в Приднестровье только начинают решать проблему с доступной средой для людей с ограниченными возможностями, в Польше, например, эта система уже налажена. Практически во всех городах для инвалидных колясок предусмотрены съезды, пандусы, подъемники. А во многих учреждениях есть специально оборудованные лифты. Предусмотрены условия и для невидящих людей. У них есть возможность самостоятельно передвигаться по городу. На остановках работают звуковые объявления о времени ожидания транспорта, а переходы проезжей части обустроены звуковыми сигналами. Некоторые библиотеки оснащены специализированными книгами. Кроме того, люди с ограниченными возможностями могут свободно себя проявить в различных сферах деятельности, организовать собственную выставку или быть экскурсоводом в картиной галереи. Есть такое понятие, как савантизм. Это люди-гении, которые на фоне общей умственной неполноценности обладают выдающимися способностями. Здесь представлены работы одного из них. Петр Дрожек очень любит путешествовать, и поэтому тут изображены поезда. В Польше много внимания уделяется интеграции людей с ограниченными возможностями в обществе. Для них действуют курсы профессиональной подготовки и оказывается помощь в трудоустройстве. Так, в городе Ленчино при районной больнице работает Центр профессиональной адаптации людей с особыми потребностями. Получив специальность повара, они сразу могут реализовать себя на больничной кухне. Работаем, пироги делаем, мясо кроем, работаем уже 9 лет. Я работаю здесь уже 9 лет, иногда занимаюсь стилем делать вареники, иногда режу мясо. У нас у каждого здесь свое рабочее место. Я считаю, что здесь мы чувствуем себя на много лучше, и именно здесь мы можем свободно работать и свободно чувствовать себя в таких стилем. То никто бы не слышал. Просто другому нас бы не приняли на такую должность. Есть заклад в этом районе, он очень добрый, затрудняем эти особи неполносправные. У нас в Центре являются одним из самых лучших предпринимателей, где могут такие люди, как мы работаем. Здесь у нас атмосфера от дома, как в семье, мы очень себя хорошо здесь чувствуем. Какого-то второго нет в области, не в соседней области, а к этому раду. На сегодняшний день в Центре работают более 80 человек, 20 из которых это персонал, помогающий людям с ограниченными возможностями реализоваться. Основная задача – профессиональная подготовка, медицинская и социальная реабилитация. Это кухарь, это керовцы, это ксенковость, администрация, целая диетология, заупотребление, целая оточка. Среди 20 полноценных работников у нас работники администрации, бухгалтеры, также те, которые следят за работой инвалидов. Среди персонала также работники, которые поддерживают здоровье, проводим музыкальную терапию, терапию физическую. То есть постоянно активизируем людей и даем им не только работу, а и пополняем их свободное время, занимаемся их здоровьем. Работники Центра обеспечены постоянной зарплатой и всегда заняты делом. В сфере общественного питания уже наработана своя клиентская база. Заключены договора с различными учреждениями и организациями. Опрочем, шпитал, с аутоплацовки живения, генеральный с бюро вега, там, где есть много особей. Кроме того, что мы производим полное питание для больницы, также мы ведем катерин для дочек общественного питания. То есть такие, как школы, дом ребенка. Сейчас в летнее время, например, на Тенчинско-Владовском базе есть специальная группа полиции, которая охраняет эти озера. Мы также подписали контракт, готовим питание для них и возим специальными машинами, поставляем им на место. Центр был создан в 2006 году в рамках проекта «Равные на рынке труда». Эта инициатива представителей общественных организаций и местных властей была реализована при поддержке Европейского социального фонда. Всего в Польше более 60 таких центров, из которых 7 в Люблинском воеводстве. По данным первого официального глобального доклада о людях с ограниченными возможностями, количество людей с той или иной формой инвалидности в мире растет и составляет 1 миллиард человек. Это 15% населения Земли. Проблемы, связанные с доступностью и интеграцией людей с особыми потребностями, есть везде. Скорость пути решения и, конечно же, возможности у всех разные. В последние годы у нас появляются стандарты, которые предполагают необходимость создания приспособлений для помощи и поддержки людей с ограничениями здоровья. В Рыбнице в различных местах социального значения стали строиться пандусы. Сделано это, конечно, далеко не везде, но тем не менее. По словам нашего героя Леонида Ивановича, радует не только изменение инфраструктуры. Скажите, пожалуйста, за то время, когда вы стали человеком с ограниченными возможностями, что-то изменилось в обществе, в государстве в целом? Когда я стал инвалидом, я не знал, что есть такие люди, как я, инвалид. Их вообще практически не было видно на улицах, везде. Как стал инвалидом, вот был на протезном в Кишиневе, вот там лежал, познакомился и вот стал уже ходить и уже замечать, что есть. Сейчас, в последние годы, говорю, что вот больше людей, это меня радует, что больше все-таки людей выходит на улицу, больше возможностей есть выйти. Вот сейчас, говорю, что вот делают вот там пандусы, вот здесь мы делаем пандусы. Для чего? Чтобы люди, колясочники, вот как я, вот с ограниченными возможностями, чтобы можно было заходить. И говорю, что очень большой плюс, когда человек может зайти в магазин или в аптеку и купить сам, не просить, а вот сам. И вот, я думаю, что и в будущем будут больше возможностей делать, чтобы такие люди с ограниченными возможностями имели возможность сами, без посторонней помощи, обходиться. А скажите, а почему так изменилось, на ваш взгляд? Я думаю, что все в комплексе, наверное, что и мерзовоззрение, вот стали люди смотреть больше, по телевизору показывать, как в других странах, и они стали видеть. Плюс государство немножко делает для людей, и плюс сами люди хотят, как это самое, да, да, быть членом этого общества, участвовать в этом движении во всем, быть равноправным, как и здоровый, как и человек с ограниченными возможностями. Вы ходите, заходите, допустим, в общественное место, вы видите пренебрежительное отношение человека к вам, здорового человека? Уже нет, нет, уже, уже. Вы сказали уже, а почему сказали уже? Говорю, что, наверное, люди стали чаще видеть таких, как я, или как-то уже привыкли, или уже стали, как это сказать, лояльнее и милосерднее, как-то так, что вот есть. Раньше они, наверное, меньше видели таких людей, они, наверное, не чувствовали, а сейчас и смотрят и по телевизору, и государство говорит, что вот надо быть более милосердными с такими людьми. И стали, да. То есть политика сама? Да, жизнь течет, да, диктует свои эти права, условия, и вот они вот как кипим в этом котле, и так и все. И я думаю, что так и должно быть, потому что живем бок о бок, и все говорят о милосердии, милосердии. А где это милосердие? Где вот в виде такого человека можно даже помочь? Просто даже вот тем, что просто будешь улыбаться ему, это ему будет приятно. Это для него будет хорошее настроение поднимет, и хороший день будет он считать. Леонид Иванович увлеченный полноценной жизнью, человек с особыми потребностями. Но кроме этого он еще старается помочь таким же людям, как он. Уже 11 лет он является заместителем председателя Рыбницкого общества людей с ограниченными возможностями. Вместе с председателем Тамарой Вячеславовной стараются решать возникающие проблемы их подопечных. Мы можем подстрелять интересы инвалидов в государственных органах, допустим. Не кажется, там пошел что-то, а вот есть организации, если какие-то вопросы поднимаются, мы можем пойти и это говорить, поднимать какие-то вопросы. Мы оказываем чисто моральную какую-то поддержку инвалиду, адаптацию. Мы их здесь собираем у нас, типа теплого дома, вот чай пить, люди приходят, между собой поговорят. Для них это для многих тоже очень многое значит. Тут поговорили, там поговорили, немножко отошли, какой-то стресс свой сняли. Вот в плане вот таком. Да, я скажу еще. Мы собираем информацию. Например, нужно сколько, например, людей нуждается, например, вот в этих палочках. То в инвалидных колясках, например. То, например, там каких-то там других приспособлений. Пытается, мы это все собираем, если есть возможность, мы не помогаем. Ну, находили спонсоров, давали инвалидные коляски, к этому кинули, даже палочки. Даже палочки, да. Я вот тут, одно время мы нашли спонсора, и вот выдали палочку 30 штук, например, тут оптики. Я в прошлом, позапрошлом году с Гагаузи нам ходунки передавали. Мы так вот координируемся, понимаете, когда уже столько лет работаешь, уже общаешься. Девочки, у кого есть, я могу дать. Я вернусь, и нам в Гагаузи, через автобус, на Кишинев, с Кишинева, на Тирасполь, с Тирасполь. Ну, находим какую-то возможность вот такую. Это вот самые такие проблемы, которые приходится решать? Вот такие явные проблемы? Ну, приходят инвалиды. Допустим, кому-то надо что-то, где-то какое-то ходатайство написать, какие-то вопросы возникают, да. Ну, вот одно дело, когда человек там бьется, другое дело, он приходит уже ходатайство от общества инвалидов, да. А еще, если мы позвоним, раз, ага, там что-то порешалось. Вот. Было у нас такое, что на поруки брали, был у нас такой период, что мы прям вот инвалиды там что-то совершили. Ну, бывает, там поругался сосед с соседом, там что-то еще, чтобы уголовные дела не возбуждали. Наша организация такая есть, которая... Тоже оформляем документы, и все-таки... Так, не гласно, но есть. Понимаете, они по-разному получаются. Оказываем юридическую помощь бесплатную. В Рыбницком обществе людей с ограниченными возможностями состоит более 400 человек. Выживает организация только за счет спонсоров. Надо отметить, что помещение им предоставила в аренду без оплаты Рыбницкая госадминистрация. Трудностей в организации, как и везде сегодня, достаточно. Многие нас приглашают в соревнования, там, шашки, шахматы. Да, мы здесь уже проводим такие мероприятия. Не, не только здесь, а и в шахматы. Да, в клубе участвуем, или на шашких соревнованиях. Ну, опять же, любое мероприятие требует хоть какое-то вложение. Да, это... И, по-моему, даже на государственном уровне мы не можем это все списывать ниоткуда. Даже вот, я говорю, что там местные вот эти, которые ходят, там же и здорово, ходят, на шахматы собирают. Там, чтобы хоть грамоты купить, тоже они их там не сильно финансируют государство, так что ли. Ну, стараемся как-то, действительно, ну, в основном, последние годы, да не последние годы, наверное, вот я вот здесь 10 лет, и с каждым годом все было сложнее и сложнее провести какие-то мероприятия, потому что... Было, где у нас собрали инвалидов, да, тоже это было как-то... Мы немножко там, немножко заплатили, немножко на благодарительную помощь сделали. Ну, и, ну, опять же, я говорю, все упирается в деньги. А когда вот ходишь с протянутой рукой... Обсуждая насущные вопросы, коллеги нередко спорят. Свидетелями эмоциональных высказываний своих позиций по проблеме трудоустройства стали и мы. Я, допустим, за то, чтобы создалось предприятие отдельно, чисто для инвалидов. Вот такой, Господи, у нас столько пустующих помещений кругом в городе, да, вот какой-то цех, даже вот же в центре насосный завод, там, Господи... А я засмешанный. Ну, засмешанный, конечно, кто-то и будет, естественно. То есть вы человек с ограниченными возможностями, которые считают, что нужно все-таки адаптироваться в здоровом обществе, как бы работать с обычными... Я совершенно согласна. Что можно взять тот материал и принести, упадет, упадет на материал. Нет, Леня, по технике безопасности это нельзя, ни один руководитель на это не пойдет, потому что он уголовная ответственность, потом будет за это отнести. Вы рассуждаете как юрист, а человек рассуждает как человек с собственной потребностями. Да, я немножко по-другому смотрю, потому что я понимаю, что для этого руководителя какая ответственность... Но опять же, ну что, почему мы должны давать всем штампы? Нельзя, нельзя давать такой штамп. Нельзя давать такой штамп, нельзя давать всех выходом. Леня, правильно, вот у тебя соображает голова, вот у тебя вот на кафель какой-то кусит, где вода разойдет, и ты упадешь. Я считаю, что все-таки это лучше какое-то предприятие, где создать идеальные условия для работы, чтобы где-то и поручень был до рабочего места, и дорожка была такая, которая нужна, и сиденья были, которые нужны. И все, и все, и все. На здоровое предприятие попадает, то там под больно попало, то там под здоровое, но мы так что-то... Ну со здоровым это одно, а когда руководитель принимает инвалида, у него совсем другая ответственность уже по этому будет. Видение, как решать ту или иную проблему у каждого своем. Однако, многие, кто столкнулся с проблемами людей с особыми потребностями, согласны в одном. Не изменив климата в обществе, мы не решим проблем этих людей. Предрассудки, дискриминация, отсутствие необходимого медицинского и реабилитационного обслуживания, недоступный транспорт, неприспособленные здания, нехватка информации. Это лишь часть того, что не позволяет людям с особыми потребностями ощутить себя полноценной частью всего общества. Хорошо, что об этом стали не только говорить, но и делать первые шаги для улучшения жизни таких людей. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы». Широкий выбор идей для нормальной жизни. Широкий выбор идей для нормальной жизни.